его моя куда-то вдаль вдаль повела не друзья на окунь это не похоже это 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 щучка по ходу поля на якорь на это щучка что-то что ты делаешь ты ее мое флюр стоит флюр 018 покажись хоть кто ты уж это опыт друзья еще здоровее по моим чем на килограмм я думал щука его мои это сегодня арбузы блин пруд подобрался 1 хорошо заглотил лишь бы узел выдержал это уже за кило друзья это прям железно мою это наверное кило двести кило триста наверно возможно мой рекорд это полтора юшкин кот вот это окуняра просто вы смотрите какой кило двести здесь все полтора приманка смотрите в шахте просто я в шоке это мой рекорд друзья я таких окунь это не видел это полторах а наверно ничего такие бывают что ли и мои вот это он выдал на лаки джон баллист это мой рекорд это мой рекорд если не как кило 415 друзья друзья рад всех приветствовать на своем канале я продолжаю рубрику обзор моих спиннингов и сегодня эту рубрику я хочу разбавить ультра лайтовой моделью это спиннинг под названием форсейт шнитра с тестом 1 5 грамм и ростом метр девяносто восемь ну давайте обо всем по порядку вот такой вот классический чехольчик аккуратный ничего сверхъестественного небольшие характеристики здесь имеются сам спиннинг друзья сам спиннинг вот в таком вот интересном дизайне комель у него белый вершинка вся черная обычно ультралайты делают наоборот делают вершинку белым цветом но это преимущественно у солидовых моделей чтобы легче было отслеживать визуально вот игрыш вершинку здесь все маленько по-другому на бланке есть характеристики самой модели и с обратной стороны мы видим из чего сделан бланк здесь написано кольца корея атзл г гайд карбон митсубиши спиннинг мады ин корея то есть спиннинг сделан в корее друзья что касается самого бланка давайте завесим его вес 79 грамм друзья 79 грамм 79 грамм это немного это немало это такие усредненные характеристики хороший крепкий середнячок по весу так скажем спиннинг не новый модель не новая друзья немного об этом спиннинге информации в интернете а зря на самом деле спиннинг очень интересный спиннинг интересный спиннинг очень деликатный и это наверное тот редкий случай когда характеристики которые пишет производитель на спиннинге они соответствуют прям на сто процентов строй здесь фаст вот такой вот смотрите он мягенький вообще то есть очень очень деликатная вершиночка очень тоненькая и я могу сказать что вот это вот табулярная вершинка не солидовая повторяю табулярная она может по деликатности дать фору многим солидовым вершинка потому что спиннинг как я уже сказал от 1 до 5 граммов тесте и вот этот тест друзья он честный то есть четыре грамма плюс два с половиной дюйма силикон это вот его верх пять грамм и два с половиной дюйма силикон он уже начинает подваливать то есть страдает дальность заброса получаются смазанные подрывчики смазанная анимация если мы анимируем приманку бланком поэтому я бы обозначил верх как четыре грамма голова плюс два с половиной дюйма какой-нибудь виброхвост или твист вот что касается границы нижнего теста нижний тест указан от одного грамма кидать анимировать один грамм можно друзья но слышать ни о каком стуке в руку естественно на таких весах быть не может на полутора граммах слегка слегка появляется визуальная составляющая то есть визуально мы можем отследить на полутора граммах плюс приманка опять же чуть-чуть вот от ограж вершинки это в идеальную погоду 2 грамма плюс силикон 2 2 с половиной дюйма уже становится все относительно понятно то есть появляется на крепком дне тактильная чувствительность появляется хорошая визуальная чувствительность то есть визуалка мы видим отыгрыш этого веса но я этим спиннингом работал в диапазоне 3 4 грамм по свинцу плюс 2 2 с половиной дюйма силикон эти веса на этом спиннинге для меня были наиболее комфортными и наиболее востребованными в моих условиях друзья и что характерно что характерно все трофейные рыбы все трофейные окуня на микроджиг были пойманы именно на этот спиннинг я не знаю то ли был такой год то ли именно вот это вот деликатная подача деликатные отыгрыши кончиком провоцировали крупную рыбу но я несколько раз за сезон перебивал свой результат по крупным окуням были окунь и по 700 грамм и по 800 грамм и по 900 и по килограмм и кило 200 в итоге я поставил свой личный рекорд по окуню на этот спиннинг кило 415 грамм то есть очень очень достойный окуняра был и до сих пор рекорд у меня не побит то есть рекорд по окуню принадлежит вот этому вот бланку бланк феноменально работает с рыбой то есть он ее вяжет очень хорошо вот это вот его фастовый строй вот эта деликатность она позволяет очень деликатно работать с рыбой начиная от ладошечного размера да и заканчивая там порядочными окунями щуками и так далее вот знакомый хороший знакомый антоха тебе привет кстати который вот именно посоветовал мне приобрести этот спиннинг он им владел рекорд на этот спиннинг у него щука на 5 100 вы представляете на такой деликатный бланк он впорол щуку на 5 килограмм 100 грамм он делился эмоциями рассказывал вот и щук он удачно после вываживания поводив ее минут 10 или 15 я уже не помню он припарковал и успешно она оказалась у него в лодке конечно для таких рыб он не предназначен друзья потому что бланк настолько деликатный что такого размера рыба управляет вами а не вы ей то есть если у вас открытые участки водохранилище пруд незакоряженный и есть место где дать рыбе погулять тогда на этот деликатный смычок вы можете припарковать рыбу любого размера но если вы рыбачите в каких-то стесненных условиях закоряженные реки небольшие участки где надо там кинуть через ветку рядом коряга где-то или пруд тут локальная точка с коряжником здесь локальная точка с коряжником тут небольшое окно и вам надо выводить оттуда рыбу то скорее всего друзья этот спиннинг вам не подойдет потому что но он очень деликатный вот реально очень деликатный и если сядет что-то путное что-то крупное вряд ли вы сможете ее нахрапом вот сразу подтянуть то есть рыба все равно чувствует вот эту вот деликатность она прет на пролом то есть развернуть вот щуку больше полутора наверное килограмм да даже больше кило двести наверное этим спиннингом очень очень проблематично я рыбачил на закоряженные малой реке и действительно с этой с этим спиннингом было не всегда мне комфортно работать в стесненных условиях но при должном опыте когда набьете руку принципе это станет все возможным рыбачу я на нем на нитке 04 п е в принципе вот те характеристики по грузам по тактилке да я сказал именно для нитки 04 п е если конечно вы будете опускаться там на 02 п е может быть все гораздо гораздо лучше но я вот принял для себя такое решение что в ультралайте мне комфортнее всего работать с такими шнурами таким диаметром у них есть запас прочности и они все-таки за счет своего диаметра они получше получше держат абразив потому что совсем уж тонкие шнуры они выходят из строя гораздо быстрее поэтому я остановился на шнурах 04 п е давайте теперь проверим как дела обстоят у этого спиннинга с балансом то есть как он балансируется катушками под лайтовую и ультралайтовую ловлю я специально выбрал две катушки которые считаются относительно народными если у вас не хватает денег на какой-нибудь там шамана ванфорд или да его айрити там какие-нибудь лувиасы дорогие легенькие то можно можно с успехом и с комфортом ловить вот такими вот катушечками да его легалис 2000 размер давайте взвесим с плетенкой 197 грамм достаточно бюджетная катушкой очень приятная очень легенькая такая ход очень плавный мягкий легкий вот рыбачу этим спиннингом вот так вот друзья то есть между средним пальцем я зажимаю лапку указательный лежит на бланке то есть позволяет мне проводить какую-то анимацию там постукиваниями или просто вот отслеживать чуткие поклевочки какие-то или касание там задевы и в общем-то баланс у меня находится вот с этим спиннингом вот в этой точке вот как раз где кусочек его и давайте посмотрим как он балансирует с этой катушкой ну вот как раз вот друзья где лежит рука вот такой вот баланс баланс идеальный друзья ну как по мне рука никогда не уставала так и теперь давайте вторую катушку накрутим она у меня сейчас без плетенки без плетенки она сто двести пять грамм весит это да и вы эксцеллер в размере 2 500 то есть ее можно ставить и на light и на ультралайт такой вот легкий универсал так скажем давайте посмотрим в этой же точке и в этой же точке друзья баланс тоже офигенный то есть вот с этими двумя катушками как я уже говорил да и вы двухтысячного и 2 500 размера все на этом спиннинге будет отлично рука уставать не будет ну и какие мои личные ощущения личное ощущение я уже в принципе сказал могу лишь добавить что бланка действительно получился очень деликатным и это вот тот бланк для ультралайта кому нужен действительно легенький деликатный спиннинг с честным тестом друзья чтобы взять не было никакого запаса мощности нечестного теста до чтобы взять и наслаждаться вот этими маленькими маленькими весами то есть бланк живой не строгий вот он как шатается такой вершинку вы наверно не видеть как раскачивается при желании можно даже и мормышь наверное правда мормышинг такой смазанный получится забыл сказать главное друзья вот этот пресловутый карбон митсубиши до просол стик я уже делала обзор и он именно из этого карбона сделанный и вот этот спиннинг тоже из митсубиши скал карбона и и вот почему-то у меня сложилась общая картина что спиннинги из карбона митсубиши они звонкие на поклевках на задевах а препятствия но именно стук грузика одно он на этом карбоне получается такой сглаженный то есть мягонький поэтому имейте вот это вот вот этот нюанс ввиду то есть если на соус стики это в принципе будет кому-то очень критично то здесь ну веса не настолько легкие что на полутора двух граммах ну но не добьетесь вы на таких вот шнурах на таких спиннингах но не добьетесь вы такого прям жесткого стука в руку друзья вот сколько ультралайтов у меня есть и чтобы там два грамма прям очень очень мощно стучала в руку ну такого такого к сожалению чуда нет вот от двух с половиной трех грамм на ультралайтах среднего ценового бюджета так скажем да становится все прекрасно четко понятно поэтому спиннинг вот этот вот могу смело рекомендовать кто его купит тот будет точно кайфовать на вываживание на поклевках и возможно у кого этот спиннинг будет первым тот по-новому откроет для себя мир ультралайта друзья ну а я буду с вами прощаться желаю вам попробовать ультралайтовую тему тему микроджига друзья это на самом деле круто все подписывайтесь на канал ставьте лайки вступайте группу увлеченные спиннингом добавляйтесь друзья в контакте друзья всем пока